Фермер из североказахстанской глубинки хочет создать на селе все условия, чтобы молодежь не уезжала в поисках лучшей жизни. При этом сам он еще в 13 лет потерял зрение из-за того, что уходил пешком в школу в соседний аул. Имея всего 6 классов образования, он смог организовать свое крестьянское хозяйство. Материал Нургуль Ахметовой. До того, как потерял зрение, я все места помню. И сопку, и речку, и улицы. Яншибай Алимжанов из родной деревни никогда не уезжал, но в последний раз видел ее еще будучи мальчишкой. В 13 лет он потерял зрение. Говорит, ходил пешком в школу в соседний аул и зимой сильно обморозил лицо. У него всего 6 классов образования, но несмотря на трудности, сельчанин смог создать свое фермерское хозяйство и руководит им уже 15-й год. Я особо не поддерживаю тех, которые сейчас уезжают. Я им говорю, вы сейчас в трудные времена переживаете. А в перспективе оно все будет. Вот государство сейчас за последние годы поворачивается лесом, оказывает поддержку, то есть село. Сейчас молодежь с дипломом в село. Вот эти все, вот эти программы, сейчас субсидии увеличиваются на сельскохозяйство. Аул Тохты находится далеко от областного центра. Дороги туда ведут не самые лучшие. Здесь всего несколько улиц. Мечта фермера Еншибая Алимжанова, чтобы село со временем не опустело. Поэтому он старается помогать своим землякам и вместе с Акимом решает деревенские проблемы. Недавно был такой разговор, он спрашивал у меня, сколько будет стоить вода, если провести в эту деревню. Ну вот у нас башня, и каждому дому, говорит, провести воду, чтобы отсюда никто не уезжал, вот он хочет это социально будет сделать. Семнадцать лет Еншибай Алимжанов проработал завклубом в деревне. Музыка – это еще одна моя слабость, признается сельчанин, говорит, с песней и жить легче. Нургуль Ахметова, Тулиген Иманов и Дмитрий Рура, Североказахстанская область.